итак всем доброго времени суток с вами канал трилобит видео наша рубрика герои космоса и сегодня у нас в гостях самая крупная за всю историю планеты пернатая птица и не подумайте что мы сейчас расскажем какой-нибудь мистике или вот про таких вот гигантских кондоров которые по легендам могут там поднять ребенка нет сегодня у нас в гостях древняя птица встречаем аргентавис аргентавис magnificence как его еще называют на латыни считается самый крупный летающий птицы из известных науки согласно данным ученых вес этого вымершего гиганта достигал 70 килограмм высоту аргентавис мог вполне достигать двух метров кстати говоря это средние цифры вот я материал так посмотрел по данному существу бывали и повыше камере есть такие факты к тому же птица обладала огромными крыльями размах которых достигал внимание 7 метров если сравнить ее с ныне живущей самой крупной летающей птицы это как раз таки анский кондор то общем то окажется что аргентавис обладал весом в шесть раз превосходящим вес анского кондора и в два раза больше в размахом крыльев чем современная птица рекордсмен более 6 миллионов лет назад аргентавис населял центральную и северо-западную части аргентины но в общем то название птицы от части я думаю что и происходит в общем-то от названия страны вот где на территориях который вот в древности населяли данные пернаты территории собственно я палеонтологом и удалось обнаружить ее окаменелые остатки окраски на территории аргентины и как в общем то о поведении почти всех вымерших видов не так уж много можно узнать о жизни этой птицы но изучая размер и строение крыльев аргентависа палеонтологи предположили что все таки это была птица которая использовала парящий тип полета с чем это связано но это свойственно всем современным летающим птицам крупного размера которые обладают слабыми грудными мышцами наврав высоту аргентавис редко делал взмахи крыльями полагаясь полете на восходящий потоки воздуха можно вообще представить насколько зрелищно выглядел парящий в небе такой гигант когда высматривал свою добычу считается что эта птица либо охотилась на небольших зверей обрушиваясь на них свысока либо преследовал плотоядных млекопитающих вроде сумчатых саблезубых тигров и отбирала у них добычу вот вот так вот был ли аргентавис под алия там ну пока вот сказать сложно хотя почему бы нет если добычу отбирал наверное не всегда живую что называется но она тут так уже детали а строение черепа аргентависа позволяет думать что он согласовал большую часть добычи целиком а не оторвал от нее куски как это делают многие вот беркуты и орлы предполагается что каждые два года аргентавис откладывал одно или два яйца причем каждая весила около одного килограмма что кстати несколько меньше чем вес яйца современного страуса устрауса вес яйца где-то полтора два килограмма самка и самец аргентависа попеременно в сиже влияется и добывали пищу ну собственно говоря как у большинства птиц такое тоже вот наблюдается у современных птиц имеется виду а у через 16 месяцев после вылупления птенец аргентависа становился самостоятельным но своим потомством мог обзавестись только в возрасте 10 лет представляете какой вообще был разброс повод по временной шкале то в плане того как вылуплялся птенец как он становился таким уже взрослым то есть окрепшим и мог уже вот чтобы что называется считаться полностью взрослой особью то есть это намного вообще превышает сроки которые вот мы наблюдаем у современных птиц кстати вот здесь тоже есть такой интересный факт о продолжительности жизни древних гигантов если вот действительно так вот отталкиваться от озвученных только что цифр то получается что жизненный цикл аргентависов составлял около ста лет и вообще говоря данные птицы вот в то время они по сути дела врагов и не имели потому что в воздухе крупнее никого не было на гигантов древние люди тоже как бы не охотились вот в воздушном пространстве поэтому можно предположить что эти птицы умирали обычно от старости ну болезни или из какого-нибудь там несчастного случая да ну можно предположить и такие тоже вероятности так что в общем то древний такой пернатый гигант чувствовал себя очень комфортно в небе над нынешней аргентин кстати аргентавис был анатомически близок к древним аистам и что в общем то тоже немаловажный аспект по строению черепа тератернитит делается вывод что аргентавис вообще говоря падальщиком не был а питался живой добычей до аргентая со крупнейшими летающими птицами считались морские ложнозубые птицы пелогор нити да достигавший в размахе крыльев 6 метров вот есть и такие рекордсмены но между тем по аэродинамической теории подобие масса способных полету птиц может лишь немного превышать 20 килограмм просто иначе как бы будет сложно птичьему крылу вот так вот полноценно поднимать в общем то на большие высоты тяжелую массу а вот аргентавис не соответствует таким физическим пропорциям как мы уже сами убедились у него вес практически превышает в три раза данный порог и как же именно летала птица с размахом крыльев 7 метров и весом больше 60 килограмм ну свою теорию представили свои палеонтологи из музея техасского технического университета при размахе крыльев 7 метров и весе 70 килограммов такая птица должна быть очень большим экспертом по парению в восходящих потоках воздуха такую гипотезу вы высказал в свое время санкару чаттержи и его соавторы своих работах по палеонтологии дело в том что для сравнения самые тяжелые современные летающие птицы это большая дрофа от иодистарди она весит всего лишь 18 килограмм а современная птица самым большим размахом крыльев это альбатрос диомедея экзуланс имеет размах крыльев три с три с половиной метра птиц размер которой сопоставим с размерами небольшого самолета и было очень трудно взлетать так как обычно взлетают современные птицы их фактически как выяснили ученые с помощью компьютерных моделей полета аргентариса с учетом всех особенностей анатомии размеров древняя птица должна была для того чтобы взлететь либо кинуться вниз высокого обрыва либо раздвигаться под гору собственно говоря как делают современные дельта планеристы набрать же высоту этому существу помогали восходящие потоки воздуха которые возникали над прогретым солнцем травянистыми помпасами или склонными амд так они могли подниматься на три километра не сразу не замахнув крыльями и преодолевать по триста двадцать километров в день улавливая восходящие потоки один за другим но вот такие данные это вот как раз получились в ходе компьютерных моделей дан которые представили палеонтологи согласно имеющимся данным вот из останков бернатого гиганта и вот получается что аргентависы были такими высокоэффективными планерами но едва ли вообще могли самостоятельно взлететь только за счет силы своих мускул или даже просто поддержать постоянную высоту такого набирающего амплитуду полета только за счет взмаха крыла но со своим мощным клювом и когтями эти огромные птицы были в общем-то грозными хищниками и если кому за всю историю летающих существ на нашей планете вид аргентавис magnificence уступает размерах это конечно же более древние птерозавры жившие как вы понимаете много раньше и насчитывающие несколько крупных видов размер крыльев у птерозавров превосходил 10 метров а у некоторых видов достигал 18 метров знаменитый кецалькуа тогда это вот такой древний птерозавр очень считается таким точно королем воздуха и я думаю что конечно аргентавис в размерах ему уступал ну вот такой сегодня у нас необычный гость из древних склонов анских гор аргентавис magnificence самая крупная пернатая птица которая летала на нашей планете подписывайтесь на наш канал ставьте оценки пишите комментарии а мы с вами неодолго расстанемся кстати материал о птице аргентавис был взят из учетной записи live journal автора мастерок то есть его такой аватар называется мастерок и и он еще себя называет как валерия значит публикация датированная 16-м годом примерно 14 марта так что если кому интересно посмотреть подробности фотографии какие-то отсылки к первоисточникам по палеонтологии или другим интересным данным по аргентавису заходите к нему на live journal и смотрите публикации по данному пернатому гиганту у меня пока все до новых встреч пока и